Снежная сказка зимы. Так назывался концерт, который состоялся в Видновской детской школе искусств. На сцене юные артисты, участники хоровых коллективов, в зале зрители, в основном родители и друзья выступающих. Самое важное, что это выступление для детей, для родителей. Принимают участие все хоровые коллективы, как младшие, средние и старшие. Это порядка 300 человек участвуют в хоре. В школе искусств подобные концерты организовываются не первый год. Ведь главное для юных исполнителей показать итог большой работы, который ежедневно проводится на уроках хорового пения. А для педагогического коллектива школы такие концерты – это еще и возможность выявить таланты своих воспитанников. И именно задача педагогов – направить, рассмотреть этот талант и направить его в нужное русло для того, чтобы ребенок нашел себя, может быть, на самом деле связал свое будущее с этим прекрасным видом искусства, как музыка. Один из участников хора Никита Ильин родился в музыкальной семье. И неудивительно, что где бы он ни находился, везде поет. Мне пение дает радость. Просто мне нравится очень петь. И просто я радуюсь, когда пою. Когда мне скучно, я пою. Когда в школе какие-нибудь уроки делаю, и я уже сделал, то я пою, чтобы время скоротать. Современные родители все чаще выбирают для своих детей занятия музыкой. А ребята, попав в стены этого поистине уникального храма искусства, сохраняют любовь к пению музыки на долгие годы. Я очень довольна. Мне все нравится. И преподаватель наш по фортепиано, и по хору замечательная молодая преподавательница. Очень я довольна. Мне все нравится. Школа отличная. Атмосфера праздника и новогоднего волшебства царили в этот зимний вечер. Учащиеся с огромным удовольствием исполнили ставшие любимыми произведениями на школьной сцене и получили заслуженные аплодисменты от благодарных зрителей. Анастасия Воронина, Владимир Бижонов, Елена Кошелева, Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова